Девушки отдыхают Какие номера машины? У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Я до сих пор нормально дышать не могу. Ты где? Я приеду. Да не нужно. Я перезвоню тебе. Я могу с вами поговорить? Да, конечно. Вы Марку машины случайно не запомнили? Простите, я в них не разбираюсь. Не волнуйтесь, успокойтесь. А цвет? Вроде синее. Мини-вэн, кажется. А что случилось? Григорий Петрович, Горохова сбила машина. Он жив? Я не знаю, его увезли на скорой. Простите, может вы попозже закончите? Видите, у нее шок. Я перезвоню. У нас куда? Я в курсе. Значит, первое. Отправьте запросы в МВД. Подниму записи камеры видеонаблюдения с места аварии. Второе. Узнайте, в какую больницу отправили Горохова. Пошли кого-нибудь туда. Вообще, в каком мы состоянии? У нас проект горит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Утром такая радуга была. Выхожу на улицу, а там смотрю... Мама, у меня очень болит голова. Устроил себе холостяцкую жизнь, повод нашёл. Я же попросила, никто не говорит, что ты повод. Ты хочешь сказать, что я причина? Я вообще не хочу говорить на эту тему. Мам, ты... Ты понимаешь, что я без мужа осталась? Так вот и ты, мама, пожалуйста, оставь меня в покое. Да, Нин. Григорий Петрович, на участок дороги, где сдвили Горохова, направлена всего одна камера наблюдения. Из банкомата напротив. А там можно что-то разобрать? К сожалению, нет. Полиция собирает сейчас видеозаписи со всех окрестных камер, но... Спасибо, Нин. Да! Григорий Петрович вызывали? Вызывал. Вы же помогали Виктору Анатольевичу готовить документы по инвестпроекту. Да. Отлично. У нас сроки поджимают. Вам придётся подготовить полный пакет документов на ближайший кредитный комитет. Справитесь? Я постараюсь. Григорий Петрович, простите, а... Виктор Анатольевич, он как? Пока без сознания. Понятно. Что-то ещё? Нет. Тогда идите, работайте. Ну, и нафигами сюда приехали? Надо осмотреться. Здесь машину брось. На неё год никто внимания не обратит. Смотри. Чего? Ну что, как премию делись будем? Восьмой, это двенадцатый. Похоже, мы нашли машину. Кого уформлено? Пробили? Номера сняты. Винномер на кузове перебит. По угону что? Делается. Здорово, Паш. Здорово, Олег. Ну, чем оборадуешь? В общем, следов крови на капоте нет. Я, конечно, взял со скобы. С капота мало ли. Частицы кожи, ткани. В общем, если это та тачка, на которой сбили, я же по-любому что-нибудь найду. Да толку-то? Мне хозяин нужен. Да ты ой. А пальчики? Весь салон обшарил. Стерильно как выпрессорно. Значит, аккуратист, ты говоришь. Профессионал работал. Тогда получается, что сбили не случайно. Я тебя в окно увидел. Ты как? Видел. Ксюша, ну где же ты была так долго? Телефон зачем отключила? Я была в больнице, но меня к нему не пустили. Почему? Он в реанимации. Ну-ка, подожди, я потерял нить. Еще вчера ты мне про него говорила, что... Валера. За секунду до того, как все произошло, он просил у меня прощения. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А я его проклинала. Тихо. Не надо преувеличивать. Никто никого не проклинал. Слышишь? Произошел несчастный случай. И ты здесь ни при чем. Поняла, Ксюша? Посмотри на меня. Ты ни в чем не виновата. Поняла? Ни в чем не виновата. Валера, мне кажется, я знаю, почему Горухова сбили. Но видел в документах то же, что и я. Именно поэтому Довбыш меня сейчас торопит, чтобы я не успела в этом разобраться. Потому что если комитет одобрит проект, то тогда доказать причастность Довбыша к выводу денег через офшор будет невозможно. Он ведь не член комитета. Нужно как-то заставить подписать его это решение. Тогда ему грозит реальный срок. Вряд ли он такой дурак, чтобы подставляться. Я думала, что ты спишь. Поспишь тут с тобой. Черт, значит, ей тоже угрожает опасность. В том-то и дело. В общем, так, с сегодняшнего дня я сам за ней буду присматривать лично. Подождите, но... После вчерашнего мне так будет спокойнее. Я давно тебе обещал отпуск. Ты его честно заработал, вот и поезжай. Да не поеду я ни в какой отпуск. Голи, А ты не влюбился, честно? Отдаёт. И как? Взаимно? Похож на то. Ну, тогда слушай меня внимательно. Ксюшка, дочь моего лучшего друга. Она мне как родная. И если с ней, не дай бог, что-то случится. Короче, я тебе перечислю деньги. Бери её в охапку и вози с собой, куда ты там собирался со своим кайтом. Здесь ей оставаться нельзя. Ты понял? Понял. Всё, иди. А если она не согласится? А ты сделай так, чтобы согласилась. Ромео хренов. Понял. Я тебе точно не говорю. Он живёт в московской квартире. И что, Марте? А я-то мне. Он один. Тут он мрачный ходит. Слушай, как надо допечь мужика, чтобы он из дома сбежал? Добрый день. Григорий Петрович, себя? Да, да. Сейчас доложу. Не трудитесь, я сама. Гриш, я заезжала в квартиру, рубашки тебе оставила чистые. Привет. Прости, а какие рубашки? Чистые. У тебя же наверняка закончились. Да. Я же сказал, дайте мне минуту. Ждите. О чём мы говорили? Гриш, мы давно не говорили с тобой. Я понимаю, что тебе непросто. Ты о чём вообще? Ты сам всё знаешь. Марта, прости, у меня сейчас голова совсем другим занята. Ясней. Можешь говорить? Ну, это, конечно, очень сложно жить в одном доме с тёщей, тем более, учитывая мамин характер. Ну, я стараюсь не обращать внимания. Да, это заметно. И, кстати, мама в санатории сказала, что задержится и там очень нравится. Очень хорошо. Да. Я же сказал, подождите минуту. Я понимаю, у тебя есть своё прошлое. Что ты хочешь сказать? Гриш, послушай, пожалуйста. Я тебе ещё нужна. Ты счастлив со мной? Господи, Марта, какую ты чушь несёшь. Счастлив со мной. Чушь возможно. Только я пытаюсь понять тебя и натыкаюсь на глухую стену. Ты прости, я сейчас не могу говорить. Ну, давай отложим этот разговор. На вечер хотя бы. А тебе больше не придётся со мной разговаривать. Ну что, мы все ознакомились с документами. Вопрос есть? В общем-то, нет. Есть некоторые сомнения по срокам окупаемости. Что скажет руководитель проекта? Тут есть расчёты. Я видела, но они основаны, так сказать, на благоприятном прогнозе. Ну, знаете, все риски просчитать невозможно. Что касается административного ресурса, то мы заручились поддержкой. Согласен. В целом, проект вполне проработан. Да, я думаю, можно принимать. Ну, тогда прошу членов комитета поставить подписи. Простите, у меня есть вопрос. Да. Мы ещё не получили всю информацию по офшорным компаниям, через которые будут проходить закупки. И к тому же Горохов запросил дополнительную информацию по бенефициарам. Странно, почему Горохов меня не поставил в известность об этой неуместной инициативе? Наши партнёры уже проделали эту работу. Я не вижу причин для того, чтобы откладывать принятие решений по кредитам. Тогда почему они не предоставили нам эту информацию? Это у Горохова было спросить. В конце концов, он занимался подготовкой проекта. Коллеги, в этих обстоятельствах мы вынуждены отложить принятие решений по данному проекту. Добрый день. Я по акции, мне на 17.00. Тогда можно ваш паспорт? Я заполню карту. Да, конечно. Вот, пожалуйста. Присаживайтесь. Спасибо. Могу я вам предложить чай? Нет, нет, спасибо. Я вам всё-таки налью. Ну, просто попробуйте. Он очень вкусный. А доктор скоро освободится. Благодарю. Ну, и что ты теперь намерен делать? В целом, комитет проект одобрил. Подписание отложено до получения недостающих документов. Я это слышал! Ты понимаешь, какая проделана работа? Сколько было встреч, переговоров, беготни по кабинетам. Я не говорю уже про количество выпитой водки. Может, я выписать путёвку в санаторий? Гриша, я не понимаю твоей иронии. Ты мне поставил задачу, я её выполнил. Мне сейчас будут звонить из администрации губернатора, спрашивать, а где ваши деньги? Я им что должен ответить, а? Ты понимаешь, что из таких, как мы, там очередь стоит? Может, всё-таки присядешь? Дверь прикройте, пожалуйста. Присаживайтесь. Спасибо. О, как. Ну, понятно. Пугать я вас не буду, но картинка у нас с вами не самая вооруженная вырисовывается. Что, всё так плохо? Непоправимого, нет ничего. Но затягивать вам не рекомендую. Смотрите, мы вам подберём индивидуальный курс лечения, я думаю, процедур 8-10, не больше. Но и меньше тоже не надо. Да. Николай Михайлович? Я занят. Извините. Что-то не так? Нет, ничего. Голова закружалась. Вот видите, вот вы немножко понервничали, результат у нас сразу на лицо. Поэтому в ваших же интересах не откладывать лечение. Потому что состояние будет только ухудшаться. Да, я так и знала. Но вы не переживайте. Мы сейчас уладим маленькие формальности, и всё будет хорошо. Вот здесь вот поставьте подпись. Может, водички? Да, если можно. Нина, ну долго мне ещё ждать? Где она? О, Марта звонила. Да. Григорий Петрович, вызывали? Да, прошу приступить вас к подготовке контракта. А разве комитет не отложил принятие решения? Это вас не должно беспокоить. Я подписал решение под свою ответственность. Я имею такие полномочия. Моя жизнь без Гриши, она лишена всякого смысла. Простите, Григорий Петрович, я как юрист должна уточнить один момент. Вы же понимаете последствия своего решения? А у вас какие-то сомнения? Нет-нет-нет, ничего конкретного. Просто как можно запускать проект, если ещё имеются вопросы? Вы знаете, я так давно в этом бизнесе, что без труда определяю людей, которым могу доверять. А в силу вашей молодости и неопытности... В силу своей молодости и неопытности как раз-таки я привыкла перепроверять. И никому не доверять. В особенности ближнему кругу. Вы вообще понимаете, где вы находитесь и с кем разговариваете? Я прекрасно понимаю, кто вы. А вот я, дочь Геннадия Майорова. Генкина дочь? Как быстро летит время. И я хочу узнать, за что вы убили моего отца. Подожди. Поверь, это был... Это был несчастный случай. Мы с твоим отцом, с Генкой лучшие друзья со студенческих лет. А вот у меня есть другая версия. Владельцем Красной Тойоты были вы, господин Щедров. А вы были заказчиком. И за выполнение этого заказа вы взяли к себе на работу в банк вот этого автодилера. Что за бред? У меня была Красная Тойота, но твой отец забрал ее у меня за долги. Ну, ты помнишь, я под себя же ее пригнал, а он говорит, отдай, 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 отдай. Он ее... Он ее должен был подарить какой-то своей пассии. Слушай, ты должен быть в курсе. Я устала от твоего вранья. Ты опять вернулся под утро. Я же тебе объяснил, дела были срочные. Да знаете, твои дела ночные. От них за версту дешевым парфюмом тащат. Что за пассия, Григорий Петрович? Значит, я была права. И это вы убили моего отца. Ксения, это я во всем виновата. Гена подарила мне эту Тойоту, когда узнал, что я беременна от него. Мы были счастливы, он просто не хотел бросать твою маму. И в то утро я села за руль, я хотела поехать и рассказать ей о нас. На загородном шоссе я увидела машину, Люся наехала мне навстречу. Люся! О боже! Я просто хотела развернуться, чтобы с ней поговорить. Я не видела этот грузовик, он там был в слепой зоне. Это было так ужасно. Я испугалась и уехала с места аварии. Потом мне позвонил Гриша и сказал, что в машине был твой папа и ты. В тот день меня забрали в больницу с угрозой выкидыша. А ваш ребенок? Илья! Ксюша, Илья твой брат. Ксюша, Минуточку. Минуточку. Я только одного не понимаю. Зачем вы платили водителю грузовика за молчание? В машине твоего отца должна была быть крупная сумма левой наличности. Нину светить нельзя было. Ну, короче, бизнес пришлось отдать. А после этого отсидеть еще два месяца в СИЗО? Аж, аж, аж с деньгами. Вот об этом мы хотели бы спросить у тебя. У меня? Почему у меня? Была версия, что в тот день твой отец деньги с собой не брал, а оставил дома. И эта версия имеет право на жизнь, судя по тому, как вы с мамой быстро уехали и исчезли. то есть? Люся, давай не при ребенке, а? Вспомнил? Неужто? Ксюша, дочка, скажи, кто этот дядя? Где ключи от твоей машины? Она мне нужна сегодня. Куда ты пошел? Мне Ксюшну занятия вести нужно. Я сам отвезу. Она еще не доела. Куда ты ее понес? Куда ты поедешь, а? Ты не знаешь, куда ехать? Все хорошо. Моя мама всю жизнь еле-еле сводила концы с концами. Какие деньги? О чем вы вообще? Ксения, не говори ли я ничего, пожалуйста, я сама. Ксюша, слушай, ну что происходит? Ты мне можешь объяснить, почему у тебя опять отключен телефон? Валера, такую кашу заварила? Выяснилось, что Долбыш не имеет никакого отношения к гибели моего отца. Я правильно понимаю, значит, что его отца никто не убивал? Значит, все? Дело закрыто? Это же прекрасно. В чем проблема-то? Короче, у меня есть тебе. Валера, это я подставила Долбыш. И если деньги уйдут в офшор, то ему конец. Ну, с чего ты взяла, что кто-то хочет украсть деньги? Да потому что я знаю этот завод, который хотят реконструировать. Я позвонила тете Кате, и она сказала, что там даже провода срезаны в мертвую зону, понимаешь? Ну, пускай так, ну, пускай, ну, ты здесь при чем? Ты здесь при чем? Без тебя разберутся, Ксюша. Мы с тобой на океан махнем, хотя на Кате ночью кататься будем. Будем пить вино, слышишь? Загорали. Ксюша. Ну, все. Валер, тебе зима помочь, пожалуйста. хорошо. Поехали. Давай, я тут выйду, честно. Давай. Валер, осторожнее. Да, тварь. Слышь, ты что творишь? Не видишь, я паркуюсь. А вы куда смотрели? Короче, ты виновата, ты мне взад въехала. Мне вообще-то регистратор есть. Да хуй два! Олег, успокойся. Да я спокоен. Иди домой. Я не могу пойти домой, я же свидетель аварии. Иди домой. Без тебя разберемся. Пап, я в аварию попала. Возле дома. Иди домой. Спасибо. Возле дома. Если вопросов ко мне больше нет, счастливо оставаться. Это вам. А я, между прочим, предлагал тебе по-хорошему взойтись. А теперь, я не могу. Теперь тебе еще и на экспертизу платить. Удобно стоять. Нормально. Ну, что решили? Ну, что решили? Решили, что я виноват. То и решили. И во сколько тебе это встанет? Ну, за езду без ОСАГО штраф уже выписали. Потом экспертиза, потом ремонт. В общем, лучше не думать. Сэкономил на ОСАГО. Ага. Валера. У тебя вот здесь целая папка на Йодина. Откуда ты его знаешь? Так ты сама рассказывала, я решила покопаться. Кое-что нашел. Раз нашел, так показывай. Да там ничего интересного. Именно поэтому она запаролена. Открой папку, пожалуйста. Так, Ксюша, давайте я расскажу все, как он был. Ксюха, дело в том... Не, на самом деле я... Я... Откуда ты его знаешь? Это он тебя специально ко мне подослал. Что? Слушай, я ему про тебя ничего не говорил, честные слова. Честные слова. Не правда. Не правда. Не правда. Не правда. Не правда. Не павел. Абелика. Не эгем. Неinseйте, что я. Абелика. Не снижай. Там я не знаю. Марта, у тебя нет причин сомневаться во мне. Марта, давай поговорим. Ладно, как знаешь. Генка, дочь у тебя выросла, красавица. Прав ты оказался, дружище. Главное то, что останется после нас. Вам одобрен кредит. Деньги перечислены на медсентр. Послушайте, это как, это ошибка какая-то, это, алло, алло, девушка. Деньги перечислены на медсентр. Вот сами позвоните и отчитайтесь мне потом. Да прекратишь ты мне звонить или нет? Марта, прости. Привет, как дела? Кошмарно. Ты можешь приехать? Опять плохо? Опять голова? Нет, хуже. Мне нужна твоя помощь. Я вам говорю, повторяю, он через полчаса уедет. Если вы поспешите, вы успеете. Да, мы вас ждем, пожалуйста. Да, ну, поторопитесь. Мы вас ждем. Ну, я не знаю. На вертолете. Не знаю. Проверка. Ольга, это пожар журнала. Что-то покажешь. Угу. Все хорошо? Да. Точно? Абсолютно. Ну, ладно, не буду отвлекать. В общем, передай, что я убежала по срочному делу. Ксюх. Да. Удачи. Спасибо. И все, мы все по умеру пойдем. Все. Ждем, ждем вас, ждем. Быстрее. Ты вообще не помнишь, как ты его подписывала? Оно... Вот все как в тумане. Со мной никогда такого не было. Я сутки после этого проспала. Вот как обоили чем-то. Это не исключено. Правда, доказать это будет очень и очень сложно. Марта? Там на фотографии твой муж? Да, это мой Гриша. С другом. Он погиб в аварии. Гриша говорит, такой друг бывает один в жизни. Нет, он не берет меня в расчет. Понимаешь, я не могу его подвести. Мы про ту Соколова ничего не знаем. Ты вообще уверен, что она та, за кого себя выдает? Служба безопасности ее проверяет. Подождем. Ну, ты вспомни. Генка давал дочери свою фамилию. Она точно должна быть майорова. Сто раз могла выйти замуж и сменить фамилию. Хорошо, но мутная она какая-то. Ну, давай хотя бы контракт другому юристу передадим. Не торопись. Она хороший работник. Да, Григорь Кидорович. А, Нина, где Соколова? Она ответила по какому-то срочному делу, по какому именно не сказала. Хороший работник, да. Ладно, я тебя понял. Хорошо, давай, я тебя догоню. Илюша, можно тебя на секундочку? Разговор есть. Илюш, я не буду ходить вокруг да около. Ты был на комитете и сам все видел. Тебе не кажется, что к поведению Ксении Геннадьевны есть вопросы? Для меня это тоже было неожиданностью. Я уверен, что она это не со зла сделала. Я думаю, она хорошо сотрудничает. Ну, вот и проверь это. Ну, последи за девушкой, а? Я думаю, что крестный может на тебя положиться. Да. Ну, вот и бабушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, вы не являетесь клиентом нашего медицинского центра? Я юрист банка. И представляю интересы моей клиентки. Мы хотим расторгнуть договор с вашим центром и требуем вернуть наши деньги. Ну, а на каком, собственно, основании? На основании гражданского кодекса. Для расторжения договора никаких оснований не требуется. Достаточно ли желания клиента? Мы уведомляем вас о своем решении и просим подписать вот здесь. А вы в курсе, что мы удержим с вас стоимость оказанных услуг? Да вообще-то вы меня уверяли, что это будет абсолютно бесплатно. Очень своевременно вы сказали об этом. Потому что вчера на руки моей клиентки эти документы не были даны. Ну, мы это исправим. Мариночка, распечатайте, пожалуйста, счет нашей пациентки. А я не ваша пациентка. Вы мошенники и... А вот это самый главный мошенник. А вы знаете, за клевету вы ответите. У нас здесь камеры все снимают, поэтому... Очень хорошо, что вы сказали про камеры. Потому что материал с ваших камер понадобится не только журналистам, но и полиции. И вы их нам предоставите. Ручку, Мариночка, дайте мне. Скажите, пожалуйста, зачем вы подослали ко мне этого... Валеру? Ну что, хороший парень? Да уж, очень. Ну, чтобы знать о твоих намерениях и по возможности охранять тебя. Я не нуждаюсь в охране. Вот тебе так кажется. Узнала, что хотела? Да. Зла моему папе не желал никто. Единственное, что выяснилось, в тот день в его машине была огромная сумма денег. И она пропала. Ну, денег теперь уж не вернешь. Да не очень-то и нужно. Просто я хочу узнать, кто этот человек, который так искусно выкрал деньги и потом пропал. Скажите, а это не мог быть некто, господин Щедров? Нет. У него на это время было алиби. Он находился в своей автомастерской на людях. И на место аварии он приехал, когда там были и милиция, и народ. А зачем тебе это? Дело в том, что в банке творятся какие-то непонятные вещи. Готовится большой проект. Деньги могут уйти в офшор. А значит, совсем исчезнуть. Я хочу выяснить, кто стоит за этим. Ну, так вот, куда ты гнешь. Ксюшенька, еще раз тебе советую, остановись. Песнем с этим банком. Пусть хоть сожрут друг друга. Не твое это дело. А тебе лучше уехать отсюда. Один человек уже в больнице. Дай бог, чтобы это была случайность. Но не верю я в такие случайности. Понимаешь, не верю. Деньги могут уйти в офшор. Ксения, какая встреча. Здравствуй. Это Ксения. Мы вместе с ней работаем. А это самый смелый мальчик Славик. Очень приятно. Как он? Как ты? Да все хорошо уже. Видишь, гуляем. Спасибо Довбышу. Если бы не он, даже страшно представить. Довбышу? Ну да. Горохов на меня взъелся. Потащил к Довбышу меня увольнять. Ну, я в слезах. Довбыш слушал, слушал и говорит. И что же вы молчали, когда у вас такие проблемы? Речь же о ребенке идет. Так, и? Отругал меня и оплатил лечение. Дань, подожди. А ты разве не уволена? А ты что, не в курсе? А, ну да. На тебя столько всего навалилось. Я в бессрочном отпуске. Когда со Славиком ситуация станет стабильной, Довбыш обратно возьмет меня на работу. Ну, мы пойдем. Славика пора кормить. Я очень по всем соскучилась. Ты привет всем передавай. Наташке. Наташке привет передавай. Ну что, купим тебе санитар? Осторожно, по лужам не ходи. Им тоже привет. Лех, я тебе перезвоню. Ксюш. Ксюш, ну я тебе хотел все рассказать. Но боялся. Не знал, как ты отреагируешь. Не, ну с самого начала, правда, я работал по заданию Юдина, но потом все перевернулось. С ног на голову. С каждым днем, что я проводил с тобой, я... Вроде бы все. Все. Теперь точно все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, 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 тихо. Отпустите меня, пожалуйста. Девушка, не надо совать нос куда ни следу. Я ничего такого не сделала. Вы вообще засиделись в Москве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращайся в этот свой мечец. Куда ты все лезешь, лезешь, лезешь? Балин! Что делаете? Балин!